В среду, как всегда, мы знакомимся с секциями нашего города. Сегодня в нашей самой активной рубрике «Спортсменчики. Бальные танцы. Грациозные, красивые и завораживающие». Где можно научиться танцевать самбу-румбу-вальсы, не только, и что для этого нужно, всё расскажет Ксения Волкова. Ксения Волкова Практически каждый день тренировки, усилия. Благодаря танцам я держу ровно спину, руки держу. Там надо танцевать, надо всегда двигаться, и это относится к спорту. Это раньше, ещё, так скажем, лет 30 назад танцы относились к культуре, и там не воспринимали за спорт. Уже больше лет 20 мы именно спорт. У нас спортивные разряды, спортивные судьи. Мы чисто спорт. У нас программа содержит 10 танцев, спортивно-бальный танц и отечественные два танца. Полька и Варвара. Заниматься таким спортом довольно затратно. Для начинающего мальчика-танцора необходимо приобрести футболку и брюки, для девочки юбку и купальник. Из обуви понадобятся чешки и туфли. На всё про всё придётся потратить примерно 5 тысяч рублей. А вот костюмы для выступлений стоят куда дороже – от 6 до 20 тысяч, в зависимости от возраста ребёнка. Мы ведём набор от самых маленьких, от 3-х лет. 3-4 года – это бэби-дэнс, услуга школа бального танца – 5-6 лет. Из 7 лет дети поступают на бюджет, на бесплатную основу. И уже полностью становятся спортсменами нашей спортшколы, нашего города. В нашем городе спортивно-бальные танцы преподают в двух школах, а также в коммерческих клубах, которых немало. Средняя стоимость обучения – от 2 до 3 тысяч рублей в месяц. Практически везде набирают детей от 3-х лет. Это самый оптимальный возраст для начала танцевальной карьеры. Субтитры создавал DimaTorzok